Главное за день. Экс-глава Бичуры хочет на СВО. Маршручек сбил пешехода и суперлуния в Улан-Удэ. Разрублены надвое. Августовские паводки уничтожили большую часть мостов в Иново-Ильинске. Больше месяца, и мне кажется, это будет продолжаться. Без горячей воды и с кипятком под окнами. Жители микрорайона Мясокомбинат остались без блага цивилизации. Мы активно участвуем в жизни и района, и пострадавших. Восточно-Сибирский свинокомплекс помог Заиграевскому району после паводков. Он просто берет при мне носки, вот так кидает на пол и говорит, привыкай. Обиженные женщины против терпеливых мужчин. Свежий выпуск Улан-Удэ-Лайф. Вы смотрите новости на АТВ в студии Дарья Белева. Здравствуйте. В правительстве Бурятии опровергли информацию об отправке срочников на усиление охраны границ Курской области. На днях подобные сообщения появились в сомнительных телеграм-каналах. Накануне по этому поводу высказался зампред правительства Иван Ольхеев. Это чистый фейк. Любая информация об отправке туда наших срочных военнослужащих является ложной и направлена на создание паники. Всегда проверяйте источники и доверяйте только официальным заявлениям. Напомню, в этом году во время весеннего призыва на срочную службу отправились около тысячи молодых людей. Осенний призыв в армию в Бурятии стартует с октября. Уже завтра во всех районах Улан-Удэ отключат горячую воду. Речь идет о зоне обслуживания ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Это связано с ремонтом и испытательными работами ТГК-14. Энергетики обещают закончить ремонт до 30 августа. После начнут подключать потребителей. О других событиях расскажет Александр Зуев в главном за день. Экс-глава Бичурского района попросился на СВО. Об этом сообщают наши коллеги из газеты номер один. Напомню, Василия Смолина обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. В декабре прошлого года обвиняемый поссорился с одним местным жителем. Произошла потасовка. На следующий день 51-летний мужчина скончался у себя дома. Бывший глава отрицает обвинение в его сторону. Предположительно, на СВО он будет служить рядовым на угледарском направлении. В сотых маршрутчик сбил человека на пешеходном переходе. Это произошло сегодня утром на улице Забайкальская. На данный момент установлено, что водитель 1959 года рождения, управляя автомашиной «Газель», предварительно не предоставил преимущества пешеходу на пешеходном переходе. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина 1958 года рождения была доставлена в медицинское учреждение для осмотра медицинскими работниками. За прошедшие сутки на дорогах республики произошло более 30 ДТП. Сотрудники ГАИ задержали 20 пьяных водителей. Полицейские Бурятии поймали контрабандиста. 36-летний Улан-Уденец хоронил и сбывал алкоголь и табак без соответствующих маркировок. Судя по фото, контрафакт он приобретал у наших соседей, предположительно в Монголии. Во время обысков правоохранители конфисковали почти полторы тысячи бутылок водки, 47 бутылок антисептика и около 13,5 тысяч пачек табачных изделий. Причем часть из них была с акцизой, а часть нет. Общая сумма ущерба более 2 миллионов рублей. Также полицейские изъяли у подозреваемого два автомобиля общей стоимостью 5 миллионов. Двух собачек из Бурятии отправили жить в Швейцарию. Такой радостной новостью поделились активисты из фонда «Собака счастье». Примечательно, что у обоих животных нет хвостиков. Судьба у них до этого была грустная. Бонни из приюта Ананда. Она больше месяца ждала рейса из Москвы, чтобы отправиться к новым хозяевам. Майк жил на улице. Однажды его приютил дедушка. Увы, мужчина умер, и собака стала ненужной. Казалось бы, почему животных из Бурятии везут в Швейцарию? Все просто. Если зайти и посмотреть цены на собачек там, оказывается, питомцы стоят примерно полторы тысячи франков. Это более 150 тысяч рублей. Накануне жителям Улан-Удэ повезло наблюдать за редким явлением – суперлунием. Это момент наибольшего сближения Земли и ее спутника. Такое происходит всего несколько раз в году. Предположительно, в следующий раз такое можно увидеть осенью. Село в Бурятии разрублено на части. В Ново-Ильинске из пяти мостов через реку Илька передвигаться можно только по двум. Один из них только для пешеходов. Ситуация затронула порядка тысячи жителей. Всего в Ново-Ильинске живет более 4 тысяч человек. Кроме того, ученики местной школы рискуют не дойти сухими на 1 сентября. Подробности далее. Если бы не местные жители, я бы не поверила, что еще позавчера здесь был проезд. Мы сейчас в селе Ново-Ильинск. Стихия унесла за собой одновременно два моста. Это кадры последствий водной стихии, которая настигла Заиграевский район в начале августа. Из-за паводков Ново-Ильинск оказался частично разрублен надвое. В затруднительной ситуации порядка тысячи жителей. Мосты обещают восстановить, но главная проблема – начало учебного года. В итоге вблизи школы мостов нет. Сейчас недалеко от разрушенного автомобильного возвели временный пешеходный. Но выглядит он небезопасно. Суммарно в Ново-Ильинске из четырех пригодных для движения автомобилей мостов передвигаться можно только по одному. Плюс еще один, но сугубо пешеходный. Никакой комментарий дать, пока отрабатываются. Сейчас ко мне идут подрядчики с главой поселения. Сейчас прямо будем обсуждать. А к первому сентября получится как-то организовать? Я думаю, что да. У меня разговор был с ним в пятницу. И он мне сказал, мы буквально вчера посовещались здесь по этим мостам. Ну, что меня, конечно, удивило. Блин, две недели прошло, а только вчера посовещались. Его слова дословно. Он говорит, я не знаю, будут ли. Не могу сейчас сказать, будут ли все мосты восстановлены. Капитально они будут в стиле более слабой конструкции. Мы сейчас не можем этого говорить. Это будет зависеть уже на место выведут, когда подрядчик. До начала учебного года осталось всего ничего. Что за это время придумают и сделают власти, вопрос открытый. Дорсельданов, телекомпания АТВ. Месяц без горячей воды и кипяток у дома. Жители нескольких домов в микрорайоне мясокомбинат бьют тревогу. Они обращались во все инстанции. Однако результата нет до сих пор. В некоторых квартирах вода отсутствует уже второй месяц. А выйдя из подъезда, людей ждут огромные ямы с кипятком. Подробнее расскажем далее. Горячей воды давно, давным, давно не было. Наверное, месяца два уже не было. А, месяца два уже? Да, наверное, так. Я не знаю, куда жизнь она катится. На че начальство смотрит. Приблизительно месяц назад эта детская площадка в поселке мясокомбинат превратилась в опасный аттракцион. Вот эту огромную яму выкопали сотрудники ТГК-14 для проведения ремонта на сетях. Вместе с началом ремонта у жителей более чем 10 домов пропала горячая вода. Плановые отключения должны были провести с 15 по 27 июля. Однако горячей воды местные жители не дождались по сей день. Звоню они, мы работаем. Я говорю, вы что ждете, когда снег упадет? Ну, это до каких пор это может быть продолжаться? Это вот уже больше месяца. Да, 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 больше месяца. И мне кажется, это будет продолжаться. А тут вот еще нас вообще затопило. И подполье были затоплены с водой. Все у нас. Кипяток был в квартирах, мы находиться не ходили. Звонили, куда только не обращались. И никакого нет ответа. Справедливости ради отметим, что горячая вода в этом районе все же есть. Однако не в привычном для нас виде. Вот такую картину жители домов на переулке Ростовский наблюдают уже почти второй месяц. Прямо напротив подъездов расположены две ямы с кипятком. Любому ребенку ничего не стоит просто взять, перешагнуть эту ленточку. Поздно, может свалиться сюда и получить ожоги. Мы боимся, конечно, а кого это волнует и никого не волнует. Раскопали и стоит это все месяцами. Пока мы беседовали с жителями, специалисты ТГК-14 приехали на участок откачивать воду. Как мы поняли, чтобы в домах не случилось потопов. А вот там кипяток, вы не знаете, будут что-то с ним делать? Да, там получается свитч, надо трубы менять. Трубы менять? Да, да, да. А вы сейчас не знаете, когда будут работы проводиться? Просто жители уже месяц ждут. Не знаю, точно не знаю. Но сейчас на этой неделе, скорее всего. Чтобы уточнить, действительно ли это так, мы направили запрос в ТГК-14. Жители домов, где нет горячей воды, тоже обращались в теплогенерирующую компанию. Но единственную весточку, которую они получили, касалось очередного отключения воды. Для проведения испытаний, ремонта оборудования и подачи ГВС будет прекращена подача горячего водоснабжения в период с 21 по 30 августа. То есть воды не будет до конца месяца. И, как оказалось, это не предел. Администрация Октябрьского района открытого аварийного ордена проведения ПАО ТГК-14 земельных работ в связи с порывом на трубопроводе вблизи МКД по улице Накойска 12-14 и переулку Ростовский 3-5. Срок окончания земельных работ по открытому ордену 6 сентября текущего года. Специалист из Октябрьской администрации также пояснил нам, что ремонт затягивается, потому что у ТГК-14 не хватает труб для замены. Ресурсники этот факт не подтвердили. Работы планируются завершить до 23 августа. Восстановить подачу горячего водоснабжения планируется 31 августа. После окончания плановых работ на Луануденской ТЭЦ-1. Появится горячая вода или нет, узнаем в конце месяца. И обязательно проверим. Если и вы столкнулись с несправедливостью, пишите нам в редакцию. На экране QR-код для перехода в чат-бот АТВ. Дарья Белева, Александр Семенов, телекомпания АТВ. Далее короткая реклама, не переключайтесь. В следующей части выпуска вы увидите. Мы активно участвуем в жизни и района, и пострадавших. Восточно-сибирский свинокомплекс помог Заиграевскому району после паводков. Он просто берет при мне носки, вот так кидает на пол и говорит, привыкай. Обиженные женщины против терпеливых мужчин. Свежий выпуск Улану де Лайф. Акция 1 плюс 1 в Абсолюте. Купи две упаковки Буз Шенахенских по цене одной. Абсолют. Гарант низких цен. Фрукты, которые радуют. В Абсолюте виноград черный всего за 128 рублей. Абсолют. Гарант низких цен. В Бурятии продолжают устранять последствия разрушительных паводков. Напомню, суммарно в республике этим летом затопило более полутысячи участков и почти 100 километров дорог. Одним из сильных пострадавших оказался Заиграевский район. Сегодня там практически вернулись к привычной жизни. В восстановлении поучаствовало и одно из крупнейших предприятий Бурятии – Восточно-Сибирский свинокомплекс. На помощь он выделил более 1 миллиона рублей. Подробнее расскажет Алина Котова. Заиграевский район возвращается к обычной жизни после паводка. Уровень воды в реке Брянка медленно, но снижается. Выход на пойму 6 сантиметров. Под топленными пока еще остаются 9 участков и 3 дачных дома. Сегодня вода практически из-под поля уходит, но остаются грунтовые воды. С жителями разговаривали, некоторые жители откачивают маленькими погружными насосами. В любом случае мы информацию дали о том, что если кому-то откачка помпами нужна, можно обратиться в единую дежурную диспетчерскую службу и ДДС района. Более 1 миллиона рублей на устранение последствий наводнения району направил восточно-сибирский свинокомплекс Сибагра. Мы созвонились с администрацией Заиграевского района, непосредственно с главой обсудили моменты, которые им в первую очередь необходимы. Это осушители, мотопомпы. Сегодня отгружается порядка 100 тонн щебня. А также у нас, у самих 20 сотрудников только пострадали. Затопило дома, погиб весь урожай. У кого-то даже печки разрушенные были полностью. Сейчас мы своим сотрудникам помогаем, мы плачем материальную помощь. Начальник звонит, постоянно интересуется, как, что, когда заявление написать, укажите сумму. И когда на смене, постоянно поезжает, спрашивает все. Осушители воздуха и другую помощь предоставляют всем пострадавшим от стихии. Если вы в ней нуждаетесь, необходимо оставить заявку в единой дежурно-диспетчерской службе Заиграевского района. Номер телефона на экране. Алина Котова, телекомпания АТВ. Полторы тысячи рублей за видео. Каждую неделю АТВ дарит трем активным подписчикам деньги за мобильные репортажи. Как забрать приз и кто выиграл на этой неделе, расскажем прямо сейчас. С вами Антон Симонов и рубрика «АТВ пишут». Здесь мы дарим деньги подписчикам. Напомню условия. Если вы заметили что-то важное, необычное или просто смешное, присылайте видео нам в редакцию. Если оно наберет просмотры, 500 тысячи или полторы тысячи рублей ваши. Третье место получает автор видео с конями в центре города. На свою камеру он запечатлил табун лошадей, культурно переходящих улицу Бабушкина. Некоторым людям стоит у них поучиться. Итог почти 12 тысяч просмотров и 500 рублей ваши. Автор следующего видео запечатлил страшные кадры ДТП на дороге Иркутск-Улан-Удэ. Грузовик и легковушка столкнулись лоб в лоб. К сожалению, есть погибшие. Второе место и тысячу рублей уходят свидетелю катастрофы. Главный приз уходит участнику пробки на проспекте автомобилистов. Автор запечатлел задержание сотрудниками ГИБДД виновников затора. Как оказалось, это была целая спецоперация. Правоохранители устроили погоню за подозреваемыми в серии краш автомобильных аккумуляторов. Автору видео уходят полторы тысячи рублей. На этом все. Отправляйте свои видео нам в редакцию по QR-коду на экране. Выиграть деньги может каждый. Увидимся на следующей неделе. С вами был Антон Симонов и рубрика АТВ пишут. Ты меня бесишь, поэтому не подходи ко мне, пока не догадаешься из-за чего. Мужчины, согласитесь, хоть раз приходилось быть втянутым в подобные игры разума. Как говорится, сама придумала, сама обиделась. Вопрос, почему этот стереотип так крепко привязан именно к женщинам? Неужели мужчин априори сложно обидеть? Или все дело в общественных установках? Алтана Мункуева искала ответы у горожан. Кто и на что любит обижаться, смотрите в свежем выпуске «Улану де лайф». Всем привет, девочки! Вот вам знакомо это негативное ощущение, когда вас недопоняли, не оценили и при этом даже не догадываются, в чем именно. И вместо того, чтобы объяснить это, лучшего решения, как обидеться, мы не находим. Да, сегодня говорим про обиды мужские, женские. Кому можно, кому нельзя и почему так? Не бойтесь меня, я сегодня не кусаюсь. Продолжите фразу. На обиженных... Я не знаю русский язык. Воду возят. А на обиженных женщинах... Я не знаю. Я не знаю. Я сама придумала буквально только что. Только что на обиженных женщин на следствие переписывают. С утра успели обидеться на кого-нибудь? Нет, конечно. А женщина на вас какая-нибудь обиделась? Нет, конечно. Ну, день тогда задался точно. Да, точно хороший. Черт. Что? Во-первых, сначала здороваются. Блин, ну, Тан, меня запалишь, что я здесь в центре. Ты еще меня подставить хочешь, что ли? Как понять, что женщина обижается? Она говорит, что все нормально. А на самом деле ничего не нормально. У нее на лице, наверное, написано. Начинает вести себя как-то так, знаешь, нетипично. Это эффект бабочки называется. Там махнул, и в конце уже там ураган. Давайте сейчас актерское мастерство. Как обижаетесь вы? Я. Камера, мотор, поехала. Ну, так. Ну, не так прям, конечно. Вот вы папочка, дочки. Ну что, ноги-то растут? Ну, конечно. Ноги растут. Ну, я откуда. Женщина признается? На что обиделась? Не с первого раза. И как же мы, женщины, и из-за чего можем обижаться на мужчин? Когда папа, например, комплимент не сделает. Не так вещи положил, носки бросил. О-о-о, кстати, у меня была такая ситуация недавно. Он просто берет при мне носки, вот так кидает на пол и говорит, привыкай. Нормально? Она подстригла кончики, к примеру, а я этого не заметил. Ну, это пустяк, мне кажется. Ну, для них это, конечно, серьезно, то, что у них секутся кончики туда-сюда. Я вот сегодня купила новую юбку, и тот человек не заметил, что я ее купила. Все, я обиделась. Про этот маникюр, да, я вот как-то серьезнее отношусь, если я вижу, что она ногти покрасила, или наоборот, что-то еще, я замечаю это и делаю комплименты. Еще он мне говорит, что носки я буду ему гладить. Допустим, я молодой человек, ты девушка, я такая, ммм, классные ногти. Ты бы обиделся? Если бы я был девушкой, да? Наверное, да. Почему мы обижаемся, а не можем спокойно проговорить этот момент, чтобы в дальнейшем... К тому же это не раз бывает. Не слышат, да? Да, это бесполезно. Поклеп, клебета. Увидимся в суде. Я могу и по пять раз в день обижаться, и по десять, пока человек сам не поймет. А как хотелось бы, давай отыграй с моими ногтями. У тебя такие классные ногти, и все. Он постригся, а мы не заметили. Ну, вот они как бы не имеют права на это обижаться. Это их не красит. Ну да, нельзя. Вот мы же и мужчины, чтобы не обижаться. А хочется. Ну, конечно, все мы люди же, все мы... Например. Не то сварила, да? Ну, что мы сегодня поняли? Женщинам обижаться не грешно, а вот мужчинам, наоборот, как раз-таки запрещено. Какие-то двойные стандарты. А что по этому поводу думаете, вы пишите в комментариях. На этом у меня все. С вами были Алтана Мункуева, Артур Звержевич, телекомпания АТВ. Чао! На сегодня это все. Радуют. В Абсолюте дыня от 48 рублей за килограмм. Абсолют. Гарант низких цен. Каждые 5 секунд слепнет один взрослый человек. Каждую минуту один ребенок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас. Ваша оптика СССР. Улан-Удэ Стальмост приглашает на работу электросварщиков, слесарей по сборке металлоконструкций, слесарей-ремонтников, инженер-конструкторов, стропольщиков, токарей. Мы гарантируем официальное трудоустройство, социальный пакет, служебный транспорт в трех направлениях, дополнительное страхование от несчастных случаев, стабильная выплата заработной платы. Звоните 505-505, добавочный 105. Улан-Удэ Стальмост без нас не строятся мосты.